Ребятушки, всем привет! Сегодня, как и обещал, разбираем работу против левши или работу для левши. То есть все эти темы достаточно соприкасаются между собой. Поможет мне сегодня Антон Черномас. Это семикратный чемпион Республики Беларусь в каком-то детском весе, я не знаю. 57. 57. 57. Слушай, Антон, смотри, вот вопрос по весу. Сразу такое небольшое логическое отступление. Ты профессиональный бокс видел, как леса называются? Я вот начинал тоже, я не помню, в 55 или в 57, мне сказали вес петуха. Петушенный вес, да. Я сказал, ребята, идите в сраку. Пошел, блин, тягать железо, потому что, ну, во-первых, я в таком весе не по понятиям, блин, да, ну, честно. Во-вторых, ну, с петухом даже драться западло. Ну, это не о тебе, Воротан, ты нормальный, нормальный такой. Так, погнали, чтобы сопли не жевать, то есть Антон у нас левша, я классический правша. То есть в чем основная проблема? Когда вы деретесь с левшой, у вас идет конкуренция передних рук. То есть если мы работаем в одинаковых стойках, там левша с левшой, левша с правшой, у нас джеб постоянно проходит нормально, худо-бедно между рук в разрез, да. Но когда у нас стойки разноименные, да, передняя рука конкурирует, да, то есть мы постоянно, нормально джебом мы пользоваться в принципе не можем, это проблематично. Вообще, по факту есть два базовых постулата всего лишь при работе с соперником, который в разноименной с вами стойке. То есть первое, это выигрывать ногу. Если вы выигрываете ногу, то есть заступаете за его ногу на дальней дистанции, получается, что он не может вас ударить ни сильнейшей рукой, и джеб у него достаточно такой бесполезный. В то время как я могу атаковать отсюда с двух рук достаточно свободно. Второй момент, это почаще начинать атаку с правой руки, то есть сильнейшей, ну левша, соответственно, с левой. Опять-таки, из-за той же конкуренции стойка, что я вам говорил, то есть правая рука сильнейшая, она идет в разрез, то есть между рук оппонента, что достаточно часто достигает своей цели. Ну, а ребята, поймите, если вы проиграли ногу, это не большая проблема. То есть на каждую, как говорил мой дедушка, знаешь, на каждую хитрую жопу, а, нельзя это самое, нельзя ругаться матом, хотя, а, это цитата, цитаты можно. На каждую хитрую жопу найдется хуй с винтом, извиняюсь. То есть если соперник выиграл вашу ногу, это далеко не приговор. То есть многие чемпионы мира сознательно идут на факт, особенно левши, отдавая ногу. Что нам это дает? То есть если я проиграл ногу, я могу спокойно делать длинный шаг правой ногой, и в этой позиции уже он остается, скажем так, в достаточно фронтальной позиции по отношению ко мне, что на дальней дистанции для него тоже не самая приятная штука. Еще один важный элемент, который вот новички, они прям понимают утрированно. Ребята, в боксе нельзя все понимать вот так и никак по-другому. То есть начинать с сильнейшей руки, это не значит, что вы встали в стойку и вообще забыли про то, что у вас есть джеб. В любом случае, работая с левшой, да, вам надо чаще использовать сильнейшую руку, но вы тоже должны ее прятать за своим джебом. То есть вот эта вот игра за руку, постоянная конкуренция, и здесь вы должны отрабатывать, вот, кстати, отработайте удар правой рукой, ну, для левшей, левой, соответственно, достаточно быстрый, достаточно скоростной, как джеб. Потому что в 90% случаев правый прямой это силовой удар, но работая с левшой, вы должны также использовать его как джеб, как разведка. То есть не пытайтесь попасть одним ударом и не пытайтесь издали сразу начинать бить сильно, блин. Точно так же играйте левой рукой и старайтесь максимально быстро включать правую. Это сумбурная хрень какая-то получается, но сейчас мы еще чем-нибудь умненькое скажем. Антоха, все, даем слово тебе, что ты можешь сказать, вот ты левша, как ты... Ну, давайте начнем пару фишек профессиональных боксеров. Да. Смотрите, одна из первых фишек левши, вот то, что Дима говорил, выигрывание передней ноги у правши. Все знаете украинскую школу бокса. Одна из их основных фишек это выигрывание передней ноги и разворот за ногу. И здесь уже начинается подхват, то есть идет работа. Вы отключаете заднюю ногу и пошла серийная работа. Вторая фишка, опять же, как Дима говорил, то есть нет определенных стандартов, то есть выигрывание передней ноги. Некоторые боксеры, профессионалы, к примеру, Мэнни Пакьяо все знают, специально иногда отдает переднюю ногу и делает удары в разрез под переднюю руку, вовнутрь. То есть тем самым вот он передней рукой своим плечом закрывается первым ударом и тут же вовнутрь пробивает второй. То есть, понятное дело, все привыкают от левши, что он будет выигрывать переднюю ногу. Здесь идет немножко обманный маневр, то есть идет специально вовнутрь. Разрыв шаблона. Да. И еще один тот же момент передней ноги. Левша. Частые удары по печени с левой руки, то есть с сильнейшей руки. Понятное дело, если вы будете выигрывать отсюда, печень находится очень далеко. Поэтому иногда можно специально отдать переднюю ногу, под правую руку сделать шаг в сторону и здесь уже намного проще достать до печени, либо контратаковать правую руку. Моя любимая комбинация была это начинать с передней руки в голову, вторым ударом врезаться в печень и уже начинается развитие. То есть прямой рукой идет удар в печень, в правую сторону. Так, поблагодарим Антона, что он поделился с нами боксерской мудростью левши. Но не все знают, что я тоже три года отбоксировал как левша. То есть я классический правша, но у меня была травма правой руки, поэтому мы с тренером приняли, вообще тренер принял решение, переломить меня в другую позицию. И в принципе вот все эти элементы, которые мы уже обсудили, они прокатывали лучше всего. Ну а теперь давайте пройдемся по комбинациям, то есть что работает для левши и что работает против левши. Антон не любит выступать перед камерой, он раздельничался, пошел попить кофе. Это Артем. Артем любит выступать перед камерой. Артем, ты сейчас исполнишь свою любимую роль, роль манекена. Сейчас Артем правша, а я левша. То есть какая была моя любимая комбинация, бытность мою левшой. То есть я постоянно провоцировал передней рукой, понятно, ожидая, что оппонент по классике начнет бить правой. И вот здесь вот, вот это была прям вот такая штуковина. То есть я провоцировал, уходил под право и отсюда уже крюк наносил в печень и закрывал боковым в голову. То есть вот это вот прям бомба провокация, уклон под правую руку, печень, голова. Вторая связка, которая, скажем, тоже была у меня в топчиках всегда. Работаешь с джебом, играешь, начинаешь с легкого прямого левой рукой в разрез, закрываешь боковым и здесь уже максимально мощно вколачиваешь левый прямой. Классическая троечка для левши, это база прямой, сбоку прямой. Ты должен упасть. Ну и теперь комбинации против левши. Левшу, пожалуйста. Он левша, я правша. То есть против левши моя вот на данный момент самая любимая связка. Это работа джебом, 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 чтобы отвлечь его. И потом просто прямой правый корпус, левый боковой. Надо учитывать, что у левши здесь находится печень. Поэтому для него ваша атака правой рукой в корпус, тут такая очень неприятная и достаточно опасная вещь. Еще раз. Провокация. Печень прямым ударом правой и левой в голову закрываем. Так, ну если так, максимально коротко сухой по делу, то это все. Как-то так. Если видео понравилось, ставь лайк, подписывайся, пиши комментарии. Желательно что-нибудь приятное. Я буду очень благодарен.